Наша очаровательная Настя с таким шикарнейшим цветком. Я просто безумно рада. И мне очень нравится вообще арт-идея и всего остального. А теперь покрутись. Отлично. То есть нужно очень хороший ракурс для съемки, но в целом очень красиво. Извините, без лица, девочки. В целом очень даже гуд. Очень классно. Классная отработанная выкройка. Настя, я предлагаю эти выкройки продавать в интернете. И готовые платья в том числе. Потому что очень классно. Давай еще чуть бачком встань. Не полностью. Вот здесь смотрите, почему такой бачок. Тут же мне надо так было, чтобы вот эта темная полоса вот тут в складку не входила. Поэтому мы очень выгодным образом это обработали. Поворачивайся чуть-чуть. А так, смотрите, видите? Мы скорректировали талию, мы заузили ее. И все остальное. То есть великолепно. Просто замечательно. Все-таки ждем фоток. Хорошо. Вот наше платье. Цельно выкроенный рукавчик. И будут потом еще вставки темненькие такие, которые у нас будут еще больше стройнить. Так, что мы делаем? Это цельно выкроенный рукав по нашим объемам. Так, что мы делали сейчас? Теперь в объеме снимаешь, чтобы оно все влезло. Оно не видно. Назад, назад, назад. Вот так, вот. И мы сейчас сюда заставим. Вот смотри. Вот сюда внутри. Вот. Я прикладываю сейчас одну половинку. Вот только что, то, что ты сделала. И получается, мы в одну ширину не входим. Ну, очень хочется это плача. И хочется, чтобы основная ткань была вот эта, именно вот эта лицевая сторона. То есть тут может быть и производитель, и вот это делал лицом, но мы сделаем с тобой вот это. Более такая рафленая какая-то, вот такая очень интересная поверхность. Значит, что будем сейчас подумать, какой момент. У нас здесь где-то примерно 2 метра. Что я предлагаю? Сложить ее, кроить ее не по правилам. Не по долевой, а по ширине. Сейчас посмотрим как. Вот смотри, я вот так ткань складываю. Она тоже, смотри, как тянется, растягивается. Вот я сейчас именно такое движение. Я просто проверяю, могу ли я кроить ее по ширине. По ширине длины, да? И вот так я сейчас тоже складывала кусок. По долевой, складывая кромку к кромке, ну как якобы по технологии, как правильно, крылья. И в принципе вот она растягивается практически одинаково. Поэтому я думаю, что мы смело можем нарушать. Но тогда у нас из этой ткани получится наше платье. Если мы будем четко по технологии в данном случае идти, раскроет трикотаж, то мы останемся без платья из этой ткани. Смотри, вот мы сложили по ширине. Вот, теперь поближе подходи. Кромка к кромке, видишь, кромка к кромке. Нам сейчас надо будет уравнять. И потом, как оно будет ложиться, уравниваем вот эти части. Ну если они будут уравнивать. Главное вот уложить. И мы сейчас будем вот так класть. Вот так. Ну тогда давай мы сейчас займем полностью весь стул. И вот так вот. Вот так вот. Положим наш круг. Сейчас ты его уравняешь. Я просто показываю, как мы будем кроить. Смотри. И в итоге у нас все равно спинка будет со швом, а перед без шва. Но тогда у нас получается платье. Видишь? Вот здесь у нас средний шов будет. А вот туда мы потом положим. Вот так. Ну сейчас мы это все тоже на спине. Тогда платье будет. Ага. А еще же момента такой. В принципе, мы там можем пройти даже по технологии в эту ширину. Мы же хотели вот это вот срезать все. Да? Вставки, да? Но изначально я тебе говорила, что мы меряем цельное платье. А потом я на тебе вот эту линию вывожу. Да? Угу. Так, давай сейчас подумаем, как это лучше. Мы сейчас одели нашу предыдущую кофточку. Единственное, что мы еще не доделали здесь, нашу горловину. И на Насте сейчас рисовали вот эту вот изгибистую линию. Мы поняли, что здесь, в принципе, нужно больше забрать, а в бедре нужно меньше. В итоге у нас здесь 12, а здесь 10 в бедре. И это все мы сейчас перенесли на выкройку. И получается, наложили предыдущую модель, потому что мы вот здесь низ, ну, где заканчивается длина нашей курточки, мы не определили. Поэтому мы сейчас ее вот так наложили. И вот эта метка мне нужна была, чтобы найти, докуда нужно сводить вот этот вот бочок в цельно выкройном рукаве. Почему обязательно нужно находить эту точку? Потому что здесь же само по себе закладываются вот эти вот складки нагрудные. Так, как ему надо. И в плечо, вот как я сейчас закладываю, и в грудь. И чтобы вот эту линию мы могли бы и дальше сводить там как-то, чтобы она таким колчуном не выглядела, каким-то непонятным, лишним. Потому что вообще, как бы этот фасон нужно делать на основе вточного рукава или рубашечного. Это идеальнее будет сделать. Но у нас тут немножко другая ситуация. Поэтому мы делаем на основе цельно выкройного рукава и облюдим вот эту точку нашу. Вот мы ее нашли, укладывая в предыдущие выкройки. Вот наша с тобой точка. Вот где она началась. И просто я ее вот сюда вот переношу. Что где-то вот к этому месту мне надо выходить. Вот примерно так я и рисовала перед этим. Вот из этого. Только нам реально из этого места надо рисовать. Вот это наша линия талии. Талия. Вот это бедро. И дальше пошла длина. То есть вот это наше платье к тому, какому мы сейчас планируем прийти. И получается, ну да, мы с тобой вот из этой точки. Ну вот грубо говоря, вот из этой точки. Не так, как я сейчас вела вот эту линию отсюда. Она может не очень красиво закладываться. Вот нам надо ее каким-то образом плавно сводить. Да, вот если к этой точке, видишь, она вот так выкладывалась. Если вот эта линия. Так, сейчас подумаем. Значит, что, вот я думаю по этому поводу. Нам надо вести к этой части. А линия выкладывается вот так, в данный момент. Значит, будем сейчас пытаться, пытаться выводить. Ну, тут мы на чуть-чуть можем вот так вот. Тогда сейчас я возьму другую ручку. Чтобы мы уже не карандашом вели, а именно ручку. И сейчас попытаюсь свести. Есть еще тут один такой момент. У нас же вот тут будет приточной вот этот бачок. Скорее всего, что от бачка чуть-чуть выше начнет закладываться выточка. Она, по идее, должна выбиваться от какой-то жесткости швов. Ну, тоже не факт на самом деле. Поэтому сейчас я попытаюсь все-таки вот, ну, не прямо вот к этому месту, да, вот так выводить, ну, просто некрасиво. А вот чуть-чуть повыше. То есть, вот это еще раз напоминаю. Талия, это бедро, да. И мы прорисовали, что да, на линии талии нам нужно забирать где-то 12 сантиметров, а здесь 10. Но у нас же была уже, вот смотрите, вот эта долевая, прямая, вот сзади у меня остались вот так. Так, видишь, здесь у нас идет прямая линия. Если я сейчас вырежу, допустим, по вот этой линии, то когда я вырежу бачок, у меня получается, что если когда я вот эту часть вырежу и отзеркалю, у меня получается здесь плюсом пойдет на талии. А нам не надо. Значит, следовательно, наш бачок и пойдет по вот этой вот второй линии. Сейчас мы его, еще раз я эту линию попытаюсь вывести. Сейчас такими пунктирчиками. Ну, почему нет? Ну, нормально она и вывелась, правда? То есть мы тут стремимся к очень красивым линиям. К очень красивым линиям. Если линия сейчас будет очень красивая, то тогда все будет, мне кажется, очень даже хорошо. То есть вот это вот основная линия бачка. Да, здесь 10 и мы прямо от бокового по 10 ведем, потому что мы все-таки хотим, чтобы более прямое такое платьице было. Вот, то тогда линия бачка у нас с тобой, ну, вот она вот так вот пойдет. Вот эти 2 см. вот здесь эта самая выточка и пойдет. Которая мы когда отзеркалим, здесь она автоматом заложится. А здесь мы ее, вот эту выточку, 2 см, которые были здесь, мы переносим сюда. Значит, вот это у нас, так и пишем, светлая ткань. Да, это вот эта ткань. А вот здесь, вот эта вот внутренняя часть вот этого вот бачка, это будет темная ткань. Да, это 2 линии. Можно там разными цветами наводить и все. Сейчас вот покажу. У нас одна ткань, основная будет этот цвет, а бачки будут из вот такого вот бордовенька. То есть, в принципе, для коррекции модели в данном платье мы, в принципе, можем поменять местами. Это сделать основное, например, можно это темным делать, а сюда светлое вставлять. То есть, можно и так, и так манипулировать. Ну, я думаю, что нам очень понравилась вот эта ткань с тобой, особенно вот эта вот ее фактура такая. То мы это сделаем основную ткань, а темную все-таки, как я рисовала, поставим сюда. И, в принципе, мы можем сейчас вырезать и будем сейчас кроить так, как изначально мы должны идти по технологии. Тогда, смотри, что получается. Мы тогда, я так думаю, должны сейчас здесь. Мы сейчас где-то перепроверим. Да, окончательно. Значит, мы не будем пренебрегать кроем. Ну, технология и кроем. Мы сейчас сложим по правилам, не по ширине, как мы собирались это делать. Вот так мы же собирались кроить. Если бы нам совсем, но мы не мазили, а очень хотелось бы на этой ткани, то мы планировали вот так это делать. Одну сторону, да, а потом вторую сторону вот так. То есть, перед у нас был бы со сгивом, да, а зад был бы со швом. Ну, как чаще всего и происходит. Но сейчас мы сейчас с тобой по-другому. Вот складываем нашу ткань вот так опять по долевой кромке. Ну, и хотя бы вот на этом маленьком кусочке. Сейчас мы еще все уравняем, уберем вот эти вот все перекосы, все эти вот складки. Чисто вот посмотреть, проходим ли мы просто. Вот смотри, вот мы режем с тобой по вот этой линии, видишь? Вот это основная, и перед, и зад будет основная линия. И даже можем ее сразу наметить вот так вот мыло. Да? То есть, это наша ширина. И теперь прикладываем по другой стороне. Смотри, у нас еще выпад здесь такой будет. Видишь, как хорошо? То есть, мы теперь прошли, а так мы перед этим не проходили вообще в кусок. Уже думали, что же нам такого уже делать. Поэтому лучше всего в таких моделях, как я изначально тебе говорила, раскроить это платье изначально цельным. На тебе рисовать вот эти вот изгибовские красивые линии, а только потом кроить. Ну, у нас была с тобой предыдущая модель, на которой мы сейчас все это перепроверили и внесли сюда все изменения. Хорошо? Вот, то есть, можно вот таким вот образом поступать, будет очень хорошо. Все хорошо. Почти. Но только видишь, вот здесь уже нет вот этих вот каких-то заломов, каких-то складок. Но единственное, что неправильно сделать, не надо никогда прикреплять выкройку булавками. Никогда. Потому что оно начинает деформаться. Особенно в тончайших тканях, в шифоне, еще в чем-то. Смотри, вот ты провела эту линию относительно стола, ровненькую, правильно, все хорошо. Теперь мы вот это вот, учитывая, видишь, тут еще выпала ткань на 20 метров нижняя. То есть, это тоже, давай будем учитывать. Вот. И мы приставляем вот эту выкройку вот сюда и зажимаем в обязательном порядке просто линейками. И как мы подругом. Хорошо? И начинаем обводить нашу выкройку. Да, давай сейчас вот эту линейку вторую. Вот. Вот теперь мы ее обрессовываем. Обязательно намечаем линию талии в обязательном порядке. И вот здесь чуть-чуть сплавни линию. Вот чуть-чуть, она тут не очень хорошая. Ну, или мы сейчас вот сплавним мылом. Не надо здесь ничего корректировать. Вот, обводим вот таким вот образом. Четко, да, обводим. А потом мы для возможных каких-то моментов я бы здесь сделала... Если была бы идеально отработанная выкройка, мы бы с тобой сделали по 0,7, да, припуски. Мы давай на всякий случай дадим по 2 сантиметра припусков, наметаем, померяем, а потом уже обрежем все лишнее. Вдруг нам придет, ну, нужно было бы еще чуть-чуть подкорректировать. Хорошо? Первый раз сделаем, потому что у нас неотработанная выкройка. Да? И вот тогда вот тут ровно по 2 сантиметра. Только сначала мы обводим, да? И потом ровно по 2 сантиметра, только под линейку берешь. Хорошо? И выводишь вот эту линию. Здесь, вот тут сейчас я тебе ее вывожу, вот так вот. Я ее плавную, вот тут чуть-чуть добавлю в данном случае, чтобы у нас вот эта вот линия, то, которую мы там опасались чего-либо, чтобы мы ее плавную сделали. Здесь. Здесь сразу 0,7 припуск. Вот это все оставляем на тебе, выведем нужные тебе. Или будет лодочка, или вырез, мы потом посмотрим. Вот здесь 0,7, здесь 2 сантиметра. И к низу посмотрим, сколько будет возможности. Столько дадим. Может быть даже сантиметров 10 на всякий случай. Да? Хорошо? Все. Теперь давай. Когда наводим припуски, в обязательном порядке вот здесь ставим точки, как стопарики. Это наша горловина. Мы, может, по этой сделаем, может, по этой еще потом решим. А вот эту вот линию лучше, это плечо. То есть, вот это верх платья, это горловина, это плечо. Не надо пунктирчиками вот так намечать. С одной и с другой стороны наметили пунктирчик, и вот так вот линейку положили, провели, и все. Это будет четче и красивее. Все. А теперь сейчас с тобой берем и переднюю делаем. Потому что здесь у нас шов. Это задняя сторона. А теперь делаем переднюю. Вот сгиб. Сейчас мы чуть-чуть сдвинем эту ткань. Но пока мы с тобой сейчас поскалываем ее сейчас. Хорошо? Значит, все правильно. Мы всегда фиксируем наши булавки параллельно низу, где-то через каждые 10 сантиметров. Потому что здесь мы еще с тобой от этой линии ровно на 0,7 срежем и обметаем на верлоке. И плечо мы тоже обметаем на верлоке. А вот эту часть мы будем сметывать. Кстати, знаешь, что надо было еще, наверное, отметить? Ладно, не надо. Где достаточно нам линии талии? Я думала, вот этот вот стопарик, где у нас должен прийти наш вот этот бачок. Ну, я думаю, не надо. Хотя, давай его перенесем. Это будет все равно точка, отправная точка, которую мы можем в какой-то степени... Значит, что мы должны сделать? Мы должны взять вот этот вот бачок. Смотрите, мы вот эту выточку здесь не вырезали. Мы ее просто потом загнем, вот так. Ну, надсечем и загнем, чтобы нам не потерялась основная наша выкройка. Видишь, где она закончилась? Нет, нет, подожди. Берешь ручкой вот тут вот этот стопарик рисуешь. И потом переносишь сюда его на выкройку. То есть вот это вот. Да? То есть вот здесь, вот в этом месте мы должны ручкой отметить стопарик. И его... Да-да-да-да-да-да. Ага, вот. И потом перенесешь сейчас на выкройку. Хорошо? Это очень-очень важная метка, точка. Мы с тобой навели, закололи, вот увеличили. А, так ты же в итоге 10 делаешь. А я же тебе говорю 5. Мы же решили, что у нас точно вот эта длина будет 66. Нет, мы решили сначала 20, а потом 10. Нет, 10, а потом 5. Короче, вот от этих пунктиров, от реальной вот этой нашей линии, максимум 5 сантиметров. И смотри, для чего я тебе сейчас вообще показываю этот момент. Смотри, у нас часть куска свисает вниз. И если ее вот смотри, сейчас я вот такое вот движение делаю. Смотри, я ее подхватываю, потому что это на видео не очень будет видно. Она расслабляется, эта ткань. Вот я ее опускаю, она начинает оттягиваться. Вот это устранить нам надо. Мы сейчас не можем класть вот ту вторую выкройку, пока... Ну... Вернее, мы даже сейчас частично ее будем кроить. Значит, что еще? Вы когда на столе кроите, вот видишь, у тебя часть вот этого рукава здесь лежит. То есть мы дальше подвигать не можем, потому что мы не будем видеть длины. Вот. А вот эту выкройку мы сейчас берем вот так вот и укладываем. Вот так. Да? Вот. Ты укладываешь ее таким образом, чтобы вот там от нее было 5 сантиметров припуска. Да? И обводим ее до талии. Ну, тут как бы вот ее прижмем, обведем. А когда будет обводка до талии плюс вот тут 2 сантиметра припуска внизу 5, только тогда мы наколем. И только потом мы сдвинем эту часть трикотажа, чтобы устранить погрешности, связанные с отвисанием ткани. Это очень важно. Это практически в любой ткани. Особенно в трикотаже. У нас сейчас не совсем будет точная выкройка потом в итоге после кроя. Ты все равно хочешь сделать 10 сантиметров, да? А я тебе не рекомендую. Почему? Потому что ткань трикотажная в данном случае, она у нас очень тяжелая. И здесь все равно будет провисание ткани порядка 3 сантиметров точно от длины. Даже может быть и 5. Она сильно стрейчевая, сильно тяжелая. Поэтому я не рекомендую в целях экономии сделать 10 сантиметров. Ты же знаешь, я всегда за 10 сантиметров руками и ногами. Но это растяжимый трикотаж, он удлинится еще больше. Мы еще больше будем забирать с тобой на самом деле. Поэтому берем 5 сантиметров. И вот здесь вот мы положили эту выкройку. И от вот этой точки мы намечаем 5 сантиметров. А потом оттуда под прямым углом наводим. Хорошо? Здесь все хорошо. Но вот смотри. Видишь у нас вот здесь? Что-то не очень точно к сгибу ткани подходит наша выкройка. Это значит, что мы где-то минимум сантиметр увеличиваем перед. И у нас потом в итоге наша выкройка не будет очень точная. Я предлагаю все-таки ее... Мы же вносим все изменения, чтобы, как ты говоришь, потом мы из других тканей могли шить, не только из трикотажа. Но это мы еще потом узнаем. Можем мы ее крыть, не из трикотажа, нет. Ты вот так вот ее ставишь и прижимаешь, чтобы вот даже миллиметра вот этого не было. То есть мы вот так вот. Вот четко, видишь? Вот теперь не видно края нашей ткани. И здесь тоже. Значит, чуть-чуть еще подвигаем. Чуть-чуть подвигаем. Вот только тогда вот наш крой будет идеальным в дальнейшем. И тут теперь ты уже понимаешь, что не идет речи вообще о никаких булавках. Потому что булавки моментально делают, скажем так, деформацию полную. Я тебе предлагаю вот тут, намечаешь пунктирчиком, вот сюда 2 сантиметра, здесь 2, там, и проведи прямой линейкой. Не надо вот такими пунктирами делать. И здесь потом тоже на задней проведи здесь прямой линейкой, там, где мы будем резать. Хорошо? Хорошо. Видишь, вот эти вот заломы у нас идут, такие как фалды. Потому что здесь дотянули. Никогда, вот, не обязательно их здесь соединять. Мы вот так даже делаем. Вот такое вот движение. Расцепляем. Вот так. Вот так вот. Вот так я напротив себя. Просто ровненько вот так кладу, чтобы не было вот этих фалд. Видишь, все, на него было ровно. Смотри, какая разница. Почти в 4 сантиметра пошла разница. Это же трикотаж. Но это такое может быть любой ткани. Не обязательно фиксируем. Вот. А теперь оно без вот этих перекосов ложится. Хорошо? И теперь мы уравняли вот здесь колку. И сейчас чуть-чуть вот туда вот подтащим. И теперь, только после этого, мы берем с тобой, расслабляем вот эту ткань. Закидываем ее вот сюда, чтобы она не тянула, чтобы она все расслабленно лежала. Потом берем наш вот этот вот бачок. Помнишь, я рассказывала, что основная линия у нас идет по этой переду и заду. А бачок идет по вот этой линии. Вот эта выточка, которая сейчас здесь будет получаться, мы ее сейчас сразу же сюда перенесли, чтобы создать передальность. И вот это лишнее мы с тобой вот так вот загнули. Теперь, что нам надо? Нам надо найти долевую. Помнишь, мы оставляли по 2 сантиметра прикуски? Это не маленькая? Да. Значит, мы сначала... Тут же у нас прямая, а потом дальше она заворачивается. Значит, нам нужно с тобой взять вот это расстояние, вот 10-20, например. Да? У кого-нибудь, вот это расстояние. И теперь от кромки вот эти проколы мы все отметили, и от нее 2 сантиметра, да? Вот так, 2 сантиметра. А потом мы как будто приставляем нашу вот эту выкрику, и сейчас мы наведем долевую, относительно которой мы будем приставлять нашу вот 14 сантиметра от края. Мы же экономим все, правда? 14 сантиметра от края мы вот так сейчас наводим и проводим прямую. Вот так. А теперь берем линейку. Работим. Ой, что тут? Так, что теперь после проведения этой линии? Теперь мы кладем нашу деталь. Это же у нас средняя линия будет, да? Видите внимательно, рисуйте на выкройке, что это у нас боковой шов, а это рельеф, чтобы вы знали, что отзеркалит. Потому что можно и это отзеркалить. Так, значит, вот тут чуть побольше даем припуска, потому что мы его плавно на эту линию сведем. Вот так приложили, это же у нас есть и долевая сразу, да? Так, положили и сгиб, да. Зажали, ну, только какой-то другой линейочкой, да? И наводим припуска. Это сгиб. Вот тут 2 сантиметра четко ведешь. Вот тут 2 сантиметра сюда заводишь. А потом мы ее отворачиваем в ту сторону, да? Здесь 5 сантиметра. Ты забыла поставить вот тут надсечку и вот здесь надсечку. И еще зачем-то расколола вот это. Значит, что мы сейчас делаем? Мы восстанавливаем как бы нашу выкройку. Значит, мы сначала вот эту часть скалываем, вот эту вот. Ну, хотя бы через 20 сантиметров. А потом вот эту ровненько наколем сейчас. И скалываем вместе переднюю половинку. И потом переднюю на заднюю наложим. Мне надо, чтобы в одном месте вот эта была надсечка. В одном. Иначе у нас может что-то очень колоссально сбиться. Хорошо? Пока сейчас вот это делай. Вот эту переднюю деталь лицом к лицу вместе складываешь. Хорошо? Давай сейчас это сделай. Так, что мы делаем? Мы обязаны нашу выкройку положить вот так на столе. И уравниваем вот эти две последние надсечки. Вот. Можем их даже сразу вот так наколоть. А только после этого мы кладем наш рукав. Чтобы не тот, не тот не был, вернее, был без навыков, без всего, чего только можно. По идее, здесь должна и вот эта линия совпадать. Но она почему-то не совпадает. А, потому что нам здесь не хватало припуска. Помнишь, мы специально вот это вот наводили с тобой? А та сторона, по идее, должна ровно совпасть. Вот смотри. Здесь, помнишь, у нас за счет кромки, ту, которую мы срезали, оно здесь увеличивается. Сколько здесь выпало, столько и на другой стороне, с другим рукавом должно выпасть. Прямо до миллиметра можно будет это промерить. Вот, оно лежит ровненько. И только после этого мы с тобой накалываем вот так в лапке. До миллиметра до края не доходим. И идем строчить на оверлоке, отметывать на оверлоке. Да, через каждые. Клечевые только, да? Да, только плечевые. А потом мы сметаем наши боковые. Прилей, где тут у нее шею, покажи. Чего? Нет, ну тут, вот, надсечка одна. Значит, смотри, я тебе вхолостую сейчас вот так соединю, чтобы ты могла выложить и доколоть. Да? Так. Мы бы сразу и это бы скалывали, но мы не можем пока мы не ставим наш клин. И вот эти вот, видишь, вот эти две последние надсечки. Вот, вот так расставим. Ну, вот так, пока мы ее соединяем. И опять же, так же само выкладываем наш рукав. Промеряем даже вот так, насколько... А, у нас вот съедена часть кромки. Поэтому можно ее, конечно, вот так вот. Ну, я кромку на кромку положила. И вот отмечаю момент, где, насколько оно должно, скажем так, выйти. Сейчас посмотрим здесь что-то. Тут что-то почему-то по-другому все. Но, по крайней мере, видишь, вот эта линия. И две надсечки совпали. Вообще шикарно. Вообще все хорошо. Тогда мы уже под этим не подстраиваемся. Вот как оно вот тут совпало. И вот здесь совпало. И начинаем. Тут у нас, помнишь, не очень хорошего качества кромка была. Поэтому вот такие вот моменты нам имеют место быть. А ты донакалываешь, и мы идем на эверлок с тобой строчили. Хорошо? То есть, вот эта линия очень рыхлая. Мне кажется, что она развалится. Ну, растянется по этому. Голова у нас и так тут однозначно пройдет. Можно за это не переживать вообще. То есть, не по дальним надсечкам, а по ближним. То есть, вот эти расстояния должны быть одинаковые. Теперь мы отсюда и отсюда будем две стороны сострачивать. Значит, мы берем вот так вот. Ставим. И стараемся от вот этой точки строчить. Я предлагаю сначала поднять иголки. И потом напротив иголок. Видишь, у меня тут была. Напротив иголок вот так прямо поставить. Видишь, там прям под отсечку вошла нитка. Опускаем четко к ножу. Можем даже вот так вот поставить. Можно чуть-чуть его назад. Потому что я начинаю делать. Опуская, оно немножко сдвигается там миллиметрами. Вот так. И все, поехали. Убираем булавку. И дальше ее. Да? Убираем булавку. Вот тут, видишь, оно просится. Чуть-чуть, да? Двигается. Но ничего не растягиваем. Ни в коем случае. Бывает такой трикотаж, что он прям убегает из-под поверлака. Либо это натяжение, ну, прижим лапки надо регулировать. Либо, короче, вот так. Здесь пока ничего не регулируем. У нас здесь хорошая строчка. Убираем. Видишь, я помогаю ему. Или почаще накалываю булавки. Или вот так вот. Видишь, такое движение. И прижимаю. Видишь, пальцами. Потому что он начинает балдеть. Видишь, я здесь придерживаю, чтобы оно не растягиваю. Все изделие всегда на столе. До конца сделаешь, я тебе помогу вот эту вторую часть. Потом выйти вот так. Потому что мы, срочим, всегда со стороны булавок. Нам просто так удобнее булавки вытаскивать, да? И побольше, чтобы понять, что у нас. Значит, смотри. Вот это наш обметанный плечевой, да? Вот это у нас идет боковой. Вот это наша первая надсечка. Это талия. Вторая надсечка. Это где должен закончиться, вставляться наш вот этот вот кримишек. Значит, ни в коем случае это на весу нельзя делать. Надо сначала боковой расправить вот так. Чтобы он ровненько вот так вот лежал. Без напряжения. Вот. Потом мы кладем лицом к лицу. Изнанки мы сразу же крестиками вот так наметили. Не смотри. И подставляем вот эту надсечку. Ну, конечно, не должна мне такая мешать. Вот вот эту надсечку. Если она у вас убегает из вида, чуть поближе. Вот так наметьте ее вот так. Чтобы она никуда не убежала. И мы вот так вот с тобой ее вот так. Вот оно просто лежит. Ничего никуда не свисает. Ничего нигде без напряжения. Вот это вот все. Вот. И мы первую надсечку вот так вот. У нас же и там, и там по 2 см припуска. Вот. И мы ее вот так накалываем. Потом мы очень аккуратненько. Вот тут вот у нас же выточка. в этом месте. Вот. И мы вот эту линию вот так вот накалываем. И наметываем ниткой. Вот так. Видишь, я никуда не спешу. Я еще низ даже не трогаю. И смотри, а у нас здесь что-то длиннее. Ни в коем случае трикотаж не растягивая. Вот он как хочет ложиться. А, тут видимо 10 см ты дала. Вот так вот. Вот уложили. Оно ни одно, ни второе, ни без натяжения четенько лежит. Все. Теперь вот так вот параллельно низу накалываем вот так булавочки вот эти вот все. И только потом наметываем. Пока накалываешь вот это до конца. Тебе просто предохраняем. Сейчас я тебе вот эту часть поставлю. Вот. Там тоже. Да, колешь. И теперь вот эту вот. Так, тоже самое делаем и со второй стороны. Тоже расслабляем, четко кладем на стол. Вот лежит. И потом присоединяем по вот этим вот надсечкам талии. И так же самое параллельно низу накалываем. Без напряжения всего. Вот, один уже бок мы уже вставили. Вот он есть. Еще раз повторяю, как нам делать этот бок. Да, находим нашу вот эту надсечку по талии. Кладем все исключительно на столе. Ни в коем случае, ну как на весу это не делайте. Будут, ну, ужасные вещи происходить. Дефекты вам обеспечены вот просто с лету. Вот, да, вот так положили ровненько. Она лежит без напряжения, без всего. Взяли наш второй бочок. Это изнанка, да, крестик изнанка. Как хотите его намечайте. Главное, чтобы вы знали, где у вас лицо, где у вас изнанка. Вот. Так, значит, что мы делаем? Вот наша... Вот наша... Так, вот эту надсечку мы ведем сюда. А тут что-то сбоку. Здесь немножко... Линия как-то. Так, значит, что мы делаем? Мы вот эту часть дотаскиваем, да? До вот этой точки. До вот этой вот... Сначала две надсечки по талии соединяем. Вот так вот. Вот так повогнуто. Видишь, здесь ровненько, без посадки идет. Опять вот сюда вот так ставим. То у нас низ меня вообще не интересует. Мне пока интересует этот акад по бедру, который идет. Да? Вот так вот ставим. Потом вот здесь. Вот. Оно все без напряжения лежит. Там, где мы уже выходим на прямую линию. Вот. Прошли. Опять закололи. У нас пока здесь двухсантиметровые припуски. И теперь мы ее вот так расправляем до низа. И ставим. Но они одинаково выходят с двух сторон. С той стороны было то же самое. Вот. Да? Вот. Теперь она ровненько лежит. Без всяких тут моментов. И начинаем вот так накалывать. И наметывать. Так. Значит, сейчас я тебе закалю. Сейчас вот этот вот переход покажу, как полностью тебе накалю. Так. Вот так. Вот так. Да? Потом ты смотри, что она дальше делает. Аккуратненько смещаем. А опять это? Ну, он снимает. Так. Мы просто очень много видео снимаем. Но не выдерживает батарея. И начинает включаться. Так. Вот так вот. Без напряжения. Вот это вот тут должна быть наша медсечка. Что-то я ее что-то вообще не вижу. Тихо. Мне показалось, что мы ее... А, нам-то не хватало чуть-чуть. Ладно. Не хватало здесь. Помнишь, у нас здесь меньше, чем надо припуск. Значит, вот тут мы чуть-чуть больше будем выпускать. Вот тут у нас должен идти... Где-то на 0,5 не хватает. Где-то полтора сантиметра припуска. Здесь два. И, естественно, когда я ее надрезала, я забыла об этом. И я в пустоту ее срезала. Да? Эту отсечку. Так. Значит, что мы делаем? Вот так. Поворачиваем вот эту линию. И на полтора сантиметра будем сейчас накалывать. Так же самое вы и рельефы на платье. Боковой юбка в брюках. Если идет большой перепад между талией и бедрами. Да? Вот это все у нас лежит на столе. Вот эта линия должна лежать без напряжения. Без. Вот, видишь? Все. Теперь мы вот эту линию вот так будем как заворачивать. Чтобы она вот тут расслаблялась. И имела возможность вот так вот выкладываться. Вот. Видишь? Вот так. Вот. И вот так мы его сейчас положим. Вот так. Вот туда. Оп. И потом. Так. Видишь? Здесь вот тут внутри нет посадки. Она может вот тут как-то закладываться. А вот здесь плоско. Там нет посадки. Так. Вот то же самое мы сделали со второй стороной. Мы с тобой соединили вот эти две наши надсечки. Но опять напоминаю. Надсечка не должна быть такой. Она должна быть 2-3 миллиметра. Так. Значит. Вот здесь. Так. Мы-то с тобой до метали. Но здесь надо сделать полноценную с другой стороны. Закрепку. Чтобы она никуда у нас не уходила. Иначе мы сейчас не сможем это сделать. На вот этих вот всех. Это центр нашего бачка. Да. Мы сделаем закрепку. 3-4 раза на одном месте. Ровно до центра. Тогда мы сможем сделать. Все остальное. Вот смотри. Сейчас я вам покажу. Так. Два. Ну хотя бы вот три. Я думаю, три будут тоже держаться. Три-четыре раза на одном месте. Три. Да? Вот. Теперь мы убираем вот эту булавку. Сейчас вот так вот делаем. Так. Да. Мы сейчас дальше продлим. Так. Вот. Видишь? Она теперь четко до центра выкройки. Да? Теперь мы начинаем вот это вот. Видишь? Две стороны такие вот. Две линии. Опять же она лежит вот это вот без напряжения. И мы начинаем вот так вот накалывать. Так же самое, как и тот поворот. Просто я сейчас тебе дальше покажу, как мы полностью рукав сейчас вместе соединили. Вот. Опять же. Вот так. Раз. Через полтора. Максимум 2 сантиметра. Вот так вот. Да? Вот эту вот линию вот эту поднимаем, чтобы она расслабилась и смогла вот так повернуться. Повернуться. Да? Вот. Оп. Вот полтора сантиметра. Здесь сильно много не получится брать. Опять же напоминаю, это тоже в рельефах, уже кейте, в платье, где угодно. Особенно приталенные, особенно какие-то расклешенные могут быть. Тут то же самое. Только уравниваем вот здесь оба вот этих вот припуска. Да? Вот так вот. Вот так вот. Да? Теперь берем сейчас вот эту вот линию. Опять, видишь, я ее поворачиваю вот так. Так. Вот так вот. Теперь. Вот так вот. Плавно-плавно переходим. Видишь, я теперь его укладываю. Расслабляю вот эту вот линию. Прикрой поплотнее дверьку, Юра. Закрыт? Ну да. Вот так вот, да? Вот. И вот мы с тобой уже приходим к нашему... Рукаву. Вот. Мы его должны сначала хорошо вот так вот выложить. Вот она. Да? Вот эта часть. Вот. Я сейчас здесь тоже тут без посадки. Да? Вот если вы соблюдали все по всем надсечкам, смотрите, оно на все идеально приходит. Ага. Вот этот рукав гораздо лучше легче, чем этот. А, тут припуск не хватает. Помнишь, нам не хватало здесь припуска? Вот. И мы сейчас вот эту линию... Ну так, раскрыли, что нам чуть-чуть не хватило. Вот. Возьми общий вид. Чуть-чуть дальше ты дел. Вот смотри. Вот этот рукав, это же наше плечо длинное такое, да? По длине рукава. Вот оно как ложится, так пускай и будет. Единственное, конечно, вот здесь вот прошла припосадка. По большому счету ее в принципе не должно быть. Видишь, вот как раз идеально вот эти вот надсечки совпали. Видишь? Что делать в данном случае? Ну, у нас вот с этой стороны не было надсечки. Понимаешь? Потому что там у нас моменты были. Так, ну вот что же с этим вот делать? Хотя нет, смотри. Я ее загибаю в ту сторону, практически ничего нет. Так, значит, мы что делаем? Вот эту вот последнюю ставим вот так. Именно вот в этом месте, где у нас центр самого клинышка вот этого, да? Клина. Вот. И мы сейчас вот это вот так прометываем. Вот сюда вкалываем иголку, а выкалываем ее уже вот с этой стороны. И сейчас я вот это вот дальше буду выкладывать. То есть вот тут я делаю легкую припосадку. Видишь? Это допустимо только, ну, в таких вот трикотажах. Видишь? Ну, либо переделывать там все. В общем, мы это учтем. Если что, потом на выкройке, ну, когда уже будем перед сострачиванием. Мы же сейчас все-таки хотим сделать примерку. Перед сострачиванием, ну, обметыванием на верлоке, мы потом тогда эти моменты учтем. Если что, распорим и заново сделаем. Хорошо? Так, вот так накалываем и наметываем ровно на, ну, короче, вот по вот этой вот линии. Как раз на 2 сантиметра и будет. Видишь, вот отголоски вот этих неточных припусков уже здесь видны. Видишь, это совсем 2 сантиметра идет. Да? Вот. Сейчас вот дойди наметкой вот до сюда, я покажу, как вот это переколоть и сюда пройти. Хорошо? Паузу тут нажми. После примерки мы наметили изменения в нашем платье. Вот это расстояние, это же у нас середина бока. И мы вот так вот, как будто бы ушивали боковой шов. Сейчас я вот это количество на темной вставке буду вычислять и убирать вот здесь по основному платью. По светлой стороне. А вот этот вот бордовый, ну, бордовая вставка рельеф, мы ее, мы ее не будем ушивать. Мы будем только убирать вот здесь по светлому. Вот. И сейчас, смотрите, вот линия талии намеченная. Вот даже надсечка здесь вот есть. И вот эта линия талии. И я сейчас относительно вот этого вот размера буду сейчас вот эти расстояния делить на два и обрезать. Потому что мы сейчас сложили переднюю половинку перед к переду и зад к заду, да? То есть у нас одна вторая переда. Вот это вот. Значит, это мы забираем с двух сторон. Значит, по талии вот это расстояние делим на два и выводим линию вот сюда. И плавно ее сводим к рукаву. Потому что и рукав мы тоже накалывали, что нужно убрать. Сейчас все изменения внесем, это тоже отснимем. И дальше будем собирать наше платье. Так. Вот талия. Вот я сейчас тебе это делаю. Вот. Пять с половиной делим на два. Это 2,7, да? Значит, от вот этой линии, где у нас была она на 2 сантиметра, мы должны забрать 2,7. И мы сейчас уже будем оснаравливать это. Хочешь, конечно, можем еще раз наметать, еще раз померить, а только потом сострачивать все на верлоке. Потому что если мы будем сострачивать на верлоке, у нас будет припуск 0,7. Хорошо? Давай я пока сейчас оставлю вот этот припуск 2 сантиметра. Мы все-таки еще раз наметаем, еще раз посмотрим на всякий случай. Потому что это первый раз мы делаем такую модель. Нам нужно... Значит, что я предлагаю? Видишь, вот тут 2 сантиметра припуск, а нам нужно забрать 2,7. Давай сейчас не от припуска откладываем 2,7, а от края. Это мы сразу выведем линию, которую нам надо срезать. От нее мы будем знать, что от нее точно сразу же 2 сантиметра припуска. Хорошо? Так. Вот 2,7 это вот. Вот в талии нам вот столько надо снять. Да, вот я пересекаю тебя. Вот столько нам надо снять. Теперь вот талия, талия на бочке и на основной ткани. Да, здесь. Вот. Теперь давай чуть ниже проходим. Вот 4 сантиметра. Значит, на этом расстоянии здесь нам нужно убрать 2 сантиметра. 4 делим на 2, получается 2. И дальше вот наше расстояние 2 с половиной. 2 с половиной делим на 2, это 1,3. Значит, на вот этом вот расстоянии у нас с тобой, видишь, вот, 1,3. И мы сейчас вот эту линию с тобой плавно-плавно выводим, вот, у нас есть наш бочок, который мы обязаны вот так вот плавно свести. И вот это расстояние мы с тобой сводим его вот так до самого низа. Мы просто убираем. И потом же вот это расстояние мы потом возьмем нашу основную выкройку и внесем в нее туда все изменения. А теперь смотри, что вот здесь, на вот этом расстоянии нам нужно еще больше забирать. Ну вот, 8 с половиной, это по 4,3. То есть вот на вот этом расстоянии нам надо забрать вообще 4,3. Вот аж какая линейка. Так, и вот смотри, теперь я раскрываю наш рукав. Вот, видишь, это столько нам надо было забирать, да? И вот смотри, что очень хорошо вот эта линия, вот, видишь? Вот, мы ее вот так сейчас плавно сводим, правда? Очень легко вот этим вот моментом всем. Все, мы сейчас вот так, я сейчас тебе ее... А, ну, смотри, это же нам забрать надо, а это нам уже с припуском. Это без припуска, это цельная линия, да? То есть тут мы вычисляли так, а здесь нам нужно от этой линии намечать 2 сантиметра, а только потом к ней вот сюда выводить, правда? Так, вот сюда, и сейчас я плавно-плавно выведу вот эту линию. Тут фактически надо все убирать, ну, выводить от руки. Мало что можно будет. Но, очень важный момент, вот эту точку и вот эту точку, нам надо ее перенести потом, чтобы она у нас никуда не сбилась в обязательном порядке. Иначе мы потом опять не поймем куда что, потому что у нас от низа мы не можем сейчас ее совмещать. У нас там нюансы были с низом. Так, вот, значит, я вот к этой линии вывожу вот эту вот, да? Угу, вот эту вот. То есть вот к этой линии. Подожди, а что я тут убедила? 2,7 же у нас здесь. Видишь, я ни к той точки из линии не выводила. Вот здесь и вот сюда, да? Вот нам сколько надо забирать. Вот, и вот эту линию мы выводим мы сюда. То есть вот же наша основная линия, правильно? Нам же тут 2,7. Это хорошо, что мы раз взяли и перепроверили, да? Вот, а теперь вот эту линию мы сейчас сюда плавно-плавно будем вести. Мы сейчас фактически намечаем с тобой не одну вторую, а одну четвертую, да? И потом складываем перед и зад и будем вместе все это дело обрезать. Так, я вот сейчас тебе вот эту линию мне надо вот так смотреть. Вот с этой стороны стоять, чтобы ее вот так вот выводить, да? Вот, да? Плавная линия? Плавная. Все, значит, так и оставляем. Все, отлично. Значит, что мы дальше делаем? Раскалываем наш бочок. Но это же у нас лицо, да? А с другой стороны? Изнанка. А, это изнанка? А как я тебе нарисовала твою изнанку или ты перенесла? Иголочками. А, все, все, хорошо. Да. Дополнительно еще раз ставим вот эти крестики, чтобы у нас не было никаких моментов нюансов. Так, теперь я рекомендую складывать, а потом наведу тебе горловину. Хорошо, давай сначала с этим разберемся. Складываем вот так, как одну четвертую. Это же цельно выкрытая. Мука у нас с тобой, да? Сейчас попробую. Да? Вот. Вот так вот складываем припуск к припуску. Еще раз накалываем и обрезаем. В четыре слоя? Да, в четыре слоя. Я помогу тебе обрезать. Ты, главное, мне накали. Накали вот до вот этой линии. Ну, тут я аккуратно тебе проведу. И потом все четыре слоя вместе, а вот эти повыкалываешь. Хорошо, чтобы они не мешали. Вот здесь у нас должны, ага, вот смотри, вот здесь у нас должна талия совпасть. Вот это и получается, что я тебе говорила, что одну половинку ты на пять сантиметров больше. Да, то есть вот видишь, какое спасение вот эти вот надсечки на талии. Это, ну, без них вообще просто не жизнь на самом деле. Да? Вот. Уравниваешь эту линию и уравниваешь вот эту линию. И сейчас мы как раз, Маше, вырежь, как раз вот момент выложится, да? Так, просим изменения в игре. Смотрим, где наша талия. Вот она у нас отличная. Проверяем, что там именно так и написано. Да? Можем даже на всякий случай вот такую вот надсечку сделать, что это надо вот сюда поставить. Да? И теперь берем нашу линейку и вспоминаем. Ну, или промеряем. Вот. 2,7. Да, 2,7. Вот, да? Вот здесь что-то мы с тобой уже определили, что тут что-то, видимо, было со швом. Ну, сейчас мы будем просто плавно выводить, потому что здесь уж точно не вот такая. Тут что-то было вот с припуском. Видишь, что та сторона гораздо меньше, чем эта. Так, ну, давай уже, хорошо. 2, так 2. Сейчас я плавненько тебе выведу. А вот в этом месте у нас сантиметр, да? И этот сантиметр мы до низа потом его выведем. И теперь смотрим вот сюда. У нас тут тоже 2 сантиметра. Ну, фактически здесь даже везде практически. А, да, тут уже везде по 2 сантиметра надо забрать. А в рукаве везде по 2 сантиметра. Вот так. По 2. По 2. От края, да, мы вот это измерили. По 2. И теперь здесь смотрим, что вот здесь 2,5. Это то, что мы будем срезать, мы сюда сейчас все и ставим. 2,5. Здесь тоже 2 сантиметра. И плавно-плавно сводим эту линию. Да, мы здесь, в данном случае, мы можем по прямой. Да, вот это вот сделать часть. И плавно выводим ее. Просто должна быть очень плавно. Без всяких там выводов. Я думаю, что вот такой все-таки у тебя. А здесь у нас четко, вон, даже клеточка пробивается с той стороны. Мы сейчас до низа проведем. И вот фактически наша выкройка готова. Готово. Вот это смело срезаем. Это нам... Это у нас выкройка платья с цельновыкройным рукавом, со вставками. В вставках у нас никаких изменений нет. У нас есть изменения в основном платье. Ширина рука. Я просто продумаю на другой какой-то фасон. Если мы будем моделировать, то что нам в этом случае делать? Нет, все. Вот это вот полностью срезаешь. Вот эту линию до низа доводишь, срезаешь. И срезаем вот этот вот весь край, который нам нужен при осноровке. Это передняя половинка. Вот ты задаешь вопрос, а могу ли я на вису или нет? Только на столе все то же самое, как мы смотрели изначально, вот эти вот все рельефы. Александр Томич, да? Вот мы положили. Вот наша надсечка линии талии. Берем наш вот этот вот красивенный, вот этот вот вставочку, вот эту вот, да? Вот так вот вставляем, да? И накалываем булавками, как мы изначально вот это все и делали. Вот так. Вот. И так вниз накалываем, да? Вот сейчас вот так вот. Так. Вот так. Тут главное вот это наколоть, да? И с той стороны у нас же тоже надсечка, мы там тоже, только это уже в задней половинке мы присоединяем, да? И вот сейчас дальше, как она лежит, вот так вот, да? И вот сюда, дальше накалываем, потом верхнюю часть я тебе покажу. Сначала мне вот эту часть и ту, а я тебе помогу вот эту наколоть, хорошо? Ну, что мы сейчас сделаем. Ну, что мы сейчас сделаем. То, какept, что, если мы сходили, то, что мы сходили, то, что мы сходим вот эту линию срежем и наведем изменение выкройку. да а вот так вот и тут вот это так вот где то на 3 сантиметра надо было а вот в эту точку выводить линию потом мы с тобой под прямым углом помнишь вот у нас еще наметочка вот 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 там под прямым углом от вот это вот шва мы вводим где то сантиметра 2-3 у тебя даже должен быть прямой угол здесь то же самое спереди взять подший объем совсем понятно что тут происходит да и тогда вот так вот выводим вот этим вот точкам это в готовом виде а мы с тобой давай еще по сантиметру добавим посмотрим как оно сейчас будет хорошо и вот так вот и дальше срезаем хочешь потом сейчас внесем изменения по крайней мере вот так я тебе их сейчас зафиксируйте кончики потом найдешь сколько вот надо от плеча сюда вниз отступить потом это сейчас все внесем еще изменения в выкройку вот так и обязательно надсечку по переду в обязательнейшем порядке хорошо 2-3 миллиметра так это мы сейчас внесем так вот сейчас уже готово в общем то все к примерке сейчас ты дометываешь вот эти наши вставки смотрите все то же самое как в предыдущем видео когда мы на первую примерку готовили сейчас будет вторая примерка с уточнениями то же самое только не вручную ничего не делаем накалываем булавками не экономим время хорошо накалываем булавками все остальное делаем у нас была примерка последние окончательно мы с тобой смотри я укладываю здесь к ровной стороне восстанавливая как бы вот эту вот выкройку теперь наша линия талии была вот здесь и мы сейчас больше приталивали и теперь линия талии у нас вот здесь перешла да и это вот постоль как нам нужно забрать это рукав это подмышка это бедро это низ полный значит что мы просто сейчас корректируем вот эту линию и все все остальное нас устраивает все хорошо по-моему даже специально округлим вот так вот эту линию нам хорошо было и сразу оснаравливаем припуски так чтобы у нас было до целых семьдесятых для оверлака да так значит мы здесь с тобой будем убирать по полтора сантиметра ой по одной целой три десятых да вот так давай сразу же наметим вот эту вот линию вот эту цифру оставляя 07 да здесь давай сразу прямую линию приведем проводить прямую линию мы с тобой вот так вот кладем вот видишь четко сгиб к ровной линии стола и проводим здесь прямую это мы потом срежем но срезать мы будем уже сразу вместе с задней половинкой да вот и теперь я эту линию могу сюда спустить да и начинаю работать уже дальше тоже видишь чтоб хорошо все вывести потому что мы сейчас уже с тобой выкройку вносим все изменения да и сейчас вот так я вывожу вот эту линию это хрень линию это же основной линии когда у вас 10 линий то я вот на тебе намечала что там где крестик это сейчас окончательно наша с тобой линия вот этим я не беру во внимание потому что она с выпадом ложится сейчас Eğer плавно выгоды намечаете линию вы смотрите вот так или как сейчас я вот так и вот эту линию мы должны привести сюда И нам же, это уже в готовом виде линии, мы должны отложить к ней 7 мм припуска, чтобы этот припуск равнять с этой линией. Правда? Так, здесь у нас тоже с тобой, вот так вот мы забираем такое расстояние, здесь тоже мы 1,3 мм убираем. Это у нас припуска ли что на 1,3 мм? Нет, я срезаю в прошлом, у нас было 2 см припуска, мне надо оставить на 1,7 мм, значит на 1,3 мм я должна срезать. Да, нам нужно вот здесь максимально заужать на наши выкорки, на изделии, на нашей фигуре, а здесь расширять. Да, вот это нам как раз, этот эффект и нужен. Да, и я сейчас вот так вот начну плавно-плавно пунктиром выводить вот эту вот линию. Вот эту надсечку мы ее здесь оставим, чтобы я ее могла совместить с вот этой и ее поднять на определенное количество. Сейчас вот я тебе ее на всякий случай для себя вот так проставляю, потому что наша надсечка, которая вот здесь на нашем вот этой ставке, вот эта надсечка, да, она была вот здесь, а мне надо ее сейчас будет переместить вот сюда вверх. Вот, что мне нужно будет сделать. Это за счет того, что у нас здесь больше длина, мы можем манипуляции делать. Понимаешь, вот хорошо, что больше дали длину, поэтому для таких изделий особенно это важно. Так, да, нам нужно будет переместить ровно на 8 сантиметров. Ну вот, вот тут мы сделаем с тобой вторую надсечку. Так, ну и вот, в общем-то, здесь тоже от этой линии я 0,7 оставляю. И просто вот так, смотря вот так на линию и совмещая с этой точкой, я просто вывожу сейчас линию вот эту вот. Вот так, да? Ну вот сейчас тебе ее просто дальше пунктирую. Соединяю. Так, 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 ну, чик. Ну, это не метко. Хорошо выглядит плавно? Ну, так вот в этом месте. Поплавнее, да, вот тут мы. Так, вот это вот, что-то основная линия талии. Еще раз себе намечаю. Это предыдущая, а это нужная мне. Все, теперь беру нашу выкройку. Смотри, наша линия талии в обязательном порядке. Мы ее сейчас вставляем к нашей вот этой вот сейчас выкройке. Иначе мы ее не можем найти никогда. Вот. Видишь? Вот. Мы представляем к ней. Я сейчас буду убирать вот эти все расстояния. То есть здесь она у нас такая линия осталась. Потому что мы к ней 2 сантиметра добавляли. Вот. Давай. Вот наша предыдущая насечка. Включила, да? Да. Я напротив нее ставлю талию. И теперь смотрю, сколько мне надо будет снимать здесь. Ну, смотри, внимательно не попадись. Смотри, 2 сантиметра это был наш припуск. Да, вот это живая линия. И мне нужно от этого припуска сюда 0,7 еще отложить. Вот. Это столько, сколько здесь надо будет мне забирать. Мне надо будет здесь 1,7 на этом расстоянии отметить и забрать. То есть это вот здесь я восстановила выкройку. Как она должна лежать? Сейчас мне там линия не очень сейчас нужна. Смотри. Здесь не попадитесь на такую ловку. Смотри, ты когда вот так вот рисуешь, у тебя линия не напротив этого места получается, а где-то здесь будет на выкройке. Поэтому я вот так вот придвинула и смотрю, что вот на этом вот расстоянии мне нужно на 2,7 убрать вот это значение. Вот так. Видишь? И теперь я относительно вот этой насечки линии талии, сейчас буду смотреть вот так. Да, что вот на вот это вот расстояние. Сейчас я промерю, сколько надо будет. Я просто вот так вот отвожу и вот здесь вот так промеряю. Здесь же у нас с тобой, опять же, меряю 2 см. Это предыдущая выкройка, да? И мне надо убрать, вот грубо говоря, 3,7. В этом месте мне надо 3,7 убрать. Видишь, как много? То есть логику здесь для себя простройте, как вам лучше будет. Так, мы сейчас ее опять же приставляем вот сюда, да? Вот она. К 2 см пока здесь вот 2 см. И здесь сейчас промеряем вот здесь, сколько нам нужно забрать. Здесь добавляем 0,7. Сейчас здесь 4,2 минус 2 см припусков, получается 2,2. Мне надо здесь забрать, я ставлю эту линию. Теперь вот здесь вот. Можно даже плотную вот так положить к нашему вот этому вот плечевому шву. И здесь ровно 0,7 вот так мы забираем. И теперь плавно выводим эту линию. Вот все изменения нанесены в выкройку, да? Можно еще более точно это выводить, вот эти вот все расстояния. Главное, чтобы линия была плавная. Да? Хорошая плавная, да? Теперь переходим сюда. Вот здесь где-то прямой участок идет, да? А вот здесь я уже его вот так вот плавную свожу. Все. Теперь у нас в выкройку внесены изменения. Мы сейчас вот это его вырежем. И в принципе можно, это уже осноровленная твоя выкройка, можно будет краить второе платье. Делать наоборот вставки. Там, где у нас сейчас вот эта вот бежевая часть, мы поставим бордовый цвет, а в бока мы поставим светлый цвет. Но, смотри, внимательно еще на головку не попадись. Здесь у нас было вот так, линия талии для вот этого бачка. А сейчас нам нужно ее поднять на 8 сантиметров вверх. То есть нам нужно, даже можно вот так вот и прописать, вот прям на ней, да? Что это линия талии бачка. Иначе, если мы эти все изменения правильно не вносим, у нас потом вторая выкройка не получится, получится, чтобы попал. Да? То есть вот это вот, вот сюда, да? Вот это вот вторая выкройка, которая у нас была, да? Вот это линия талии, а у нас же... Кстати, рекомендую тебе его склеить и восстановить ее полностью в реальный размер. То есть ее отзеркалить и здесь полностью, ну, вот это вот убрать. То есть у нас отдельное, да, вырезать, да. Мы, конечно, нет, это не срезаем. Ты вот это убираешь, да? А вот, ну, давай я покажу, как. Еще отдельно снимем. То есть вот это линия талии бачка. Хотя линия, ну, бачок, вот не вот так, как у нас изначально была, а вот так нам надо будет сейчас поставить. Хорошо? Вот. В итоге здесь надо будет, смотри, покажи, здесь надо добавить длины, чтобы тоже вы случайно неправильно не отложили. Но мы еще тут с длиной поработаем. Мы еще отложим эту длину по талии, как тебе надо будет, да, а только потом несем сюда эти изменения. Все, пока все. Теперь складываем перед с задом вместе, вот так, уравниваем срезы. Вот так, да, вот эти акады. Уравниваем все вместе и накалываем заново вот эти вот все булавки, да? И только потом все вместе четыре слоя срезаем. Хорошо? Все, все, да. Наш же клинышек. Вот тут мы на 1,3 снимаем. Но смотри, что я сделала. Я эту линию сплавнила и вот сюда вот к центру привела. Потому что мы ее там немножечко больше забираем. Мне хочется вот этот вот центр вот здесь, вот этот вот, немножечко удлинить, что ли, не такой круглый его сделать, да? Вот там везде на 1,3 и плавно вот сюда вот вносим эти изменения. Складываем в две половинки и еще раз в два раза. И сразу четыре слоя сразу обрезаем. Да, вот так. Вот, отлично. Да, да, накалываем и обрезаем. Вот, у нас надсечки совпали, да? Тоже с таким же вот поворотом надо будет просто почаще накалывать булавки, да? И мы сначала одну сторону обметываем на верлаке, да? До вот этого вот края. А потом вторую сторону будем накалывать и цельно вместе с рукавом, с подмышкой, с рукавом дальше обметывать, да? И вот так вот накалываем. Смотрите, рекомендую вам накалывать на 0,1, ну, на 1 мм, не доходя до края. Чтобы мы могли спокойно обметывать на верлаке, чтобы на ножик булавка не попала. Чтобы у нас ничего не поломалось. Но когда вот здесь, вот смотри, ты вот так накалываешь, у тебя вот эта линия должна без напряжения лежать. Хорошо? Вот. Чтобы нигде ничего не тянуло и все остальное. Вот так, вверх и вниз. И хочешь, тут все равно какие нитки, можно и те и эти ставить. Но лучше, чтобы, наверное... Да нет, все равно. Вот. Накалываем вниз, тоже она должна лежать без напряжения. Вот так вот, да? И до низа, до низа накалываем. И на верлок. Хорошо? Смотри, как ты накалола. Вот я же почему говорю, надо вот так накалывать. Видишь, пошла складка. Вот это плохо. Мы должны отколоть. И мы через каждый чуть ли, вот на этих поворотах, через каждый сантиметр должны накалывать. Вот так. И ты накалываешь. Смотри, у тебя строчка верлока должна быть посередине, между двумя проколами иглы. Тогда будет все хорошо. Тогда не будет никаких непогрешностей, ничего. Здесь поворот еще пока идет вот этот. Здесь еще пока поворачивает. Да? Поэтому мы вот так аккуратненько, аккуратненько вот это вот все вот так вот ставим. А теперь, когда пошла ровная линия, только потом мы сейчас с тобой, ну вот еще мы до ровной линии не дошли. Поэтому поворот здесь через сантиметр. А вот здесь можно через три, через два сантиметра. Потом уже. Хорошо? Обязательно вот на это обращаем внимание. Просто сложила кусок отрезанный. Вот этой вот кромки, ну кромки, а куска. Сложила вот тебе готовая розочка на твое платье. Раз, раз, раз. Как мы хотели, да. Тут что-то подобное надо поискать, посмотреть. Будет очень оригинально и будет очень освежать. И еще больше подчеркивать вообще все, что только можно. Так, вот теперь вторую часть нашего бокового. Смотри, вот это сейчас доколем вот сюда, по вогнутой линии, как это было здесь. Да, вот так. Чик-чик-чик-чик. А только потом я увижу, как здесь оно будет ложиться. Тут надо выложить сначала. Оно по идее должно... Ага, вот смотри теперь, в какой момент. Ну ладно. А ну-ка, что у нас тут так немножко выходит одно относительно другого. Так, ну давай-то доложить, видимо, какие-то погрешности, наверное. Чтобы у нас вот здесь ничего не тянуло, я предлагаю вот этот вот плечевой положить вот так. Ровненько. Видишь, чтобы рукам ровненько улегся. Сейчас вот эту часть ровненько тоже положить. Ну, в общем, как... Восстанавливаем нашу равноту линий всех. Сейчас я посмотрю, что вот с этим. Чтобы вот здесь было без каких-то, каких-либо погрешностей. Видишь, здесь какая-то вот... Растяжимость, могу понять, какая-то. Что-то тут... Не может быть здесь такого. А почему-то оно здесь есть. Либо здесь что-то припосаживалось. Вроде же все четко под надсечком, да? Ну давай я сейчас ее наколю, вот эту линию. Сейчас посмотрю, как она там в итоге ложится. Вот здесь горнутая линия, а здесь выпуклая линия. Может быть оно в итоге так и будет хорошо лежать, да? На один миллиметр не докалываю. Вот паузу сейчас поставь. Так, вот у нас все-таки понимаем решение, что мы будем совмещать вот эти вот линии все. Смотри, так как и в прошлый раз, когда мы намерзывали, честно говоря, не могу понять, в чем тут погрешность идет. Ну, в общем, будем слегка припосаживать, да? Вот так. Вот это отличается. Потому что мы когда делали примерку, я вообще никаких нюансов не увидела в итоге. Вот, видишь, чуть-чуть буквально, может она больше растянулась, когда мы обрезали, может еще какие-то. В принципе, тут особо даже посадок-то нету. Да, и мы вот тут вот, единственное, что плохо, что максичка здесь большая. Короче, сейчас как-то буду ее здесь выкладывать и пытаться, чтобы она у нас выложилась. А то и чуть-чуть я вот здесь припосаживаю. Так. Видишь, тут еще мне надо повернуть вот этот кусочек, чтобы еще эту надсечку устранить. Дефектик вот этот вот. Ну, давай вот так все-таки, наверное, да? Вот она как-то просится вот в эту сторону ее зафиксировать. В крайнем случае, если что, потом подраспоем. Вот эту вот посадку, я сейчас ее сюда чуть-чуть, видишь? Причем прелесть крикотажа. Раз тебе любая посадка ушла, да? И вот так вот накалываем. И сейчас идем обметывать наверлоке. Смотри, здесь, чтобы ты стала сначала здесь иголками, только убираешь вот эту булавку, чтобы она не сместилась. И потом только приступаем, то же самое делаем с той стороны. Сначала одну сторону рельефа, а потом вторая строчка, вторая сторона нашего вот этого рельефа вставки. Все, пауза. Смотри, мы осноровили нашу горловину, забыли сюда внести выкройку. Мы скололи четко по плечевому сначала, а потом вот эти два прокололи в эту, в другую сторону. Даже насечка совпала, да? Теперь, как внести ее сюда в выкройку? Главное, чтобы она у вас лежала без напряжения, да? Я прикладываю здесь к плечевому и вот к этому сгибу. Сейчас я найду, где та самая линия. Вот, смотри, я вот эту точку присоединила на наш плечевой и вот эту. И наша линия должна быть в готовом виде уже вот такая. То есть я сейчас сюда внесу... Ну, просто вносим вот эти изменения сюда и все. Вот четко по вот этому вот краю. Вот линия, да? И вот линия, да? Была у нас спина. Нет, я сейчас тебе нарисую все. Подожди. Мы просто переносим, да? А теперь от этой точки у нас здесь спина меньше, потому что у нас там, по-моему, что-то с кромкой был какой-то. Блок, все остальное. И мы его немножко там... В итоге она уменьшилась. Так, а здесь мы переносим на другую сторону. Вот так. Заднюю половинку, да? Ну, только нам нужно вот так зеленый его поставить. Да? Давай я даже сейчас вот так вот надрежу. Вот так. Вот этому вот. Ставим нашу вот эту вот линию. Да? Вот она. И замыкаем ее поровну. Да? Чтобы увидеть линию занижения. Вот она. Все. Сейчас тебе обрежу. Да? А теперь выводим вот здесь, вот к этой вот точке. Вот. Это у нас линия плеча. Да? Вот здесь у нас должен быть прямой угол. И плавная линия, которая будет сводиться вот в эту точку. Все. Это в готовом виде. Вот сейчас смело можно вот это дело обрезать. Да? И теперь переднюю. Видишь? Теперь переднюю я вывожу вот этой вот. То есть вот тут должен быть прямой угол. Да? И тоже плавную соединяем по вот этим вот точкам. Вот. Перед. Напишем, да? Ну, да. Тут будет понятно, что по заду у нас выше, а по переду у нас ниже. И срезаю, потому что потом не разберешься. А как зад мы потом определим? Ой, господи, извините. Я же говорю, может ту линию спинку сюда? Да, да, да. Закреешь, пожалуйста. Скотчем, что-то я под впечатлением уже. Вот это перед. Да. Да? А это у нас зад. Да? 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 Пожалуйста, склеить. Склей. Тут все у нас ок. Теперь приступаем к нашей вообще горловине. Мы ее будем делать обтачку. Вот контрастно. Очень красиво нам очень подходит. Это в готовом виде уже будет вот эта линия. А контовка у нас будет сантиметровая. То значит, мы от этой линии должны отступить сюда вниз сантиметр. Да? А от этой линии отложить вверх 0,7. Потому что это ширина обмёточного шва оверлока. Да? В итоге нам надо здесь снять только 3 миллиметра. И все. Сейчас по кругу снимаем. И я сейчас... Смотри, сейчас можно даже вот... Оно вот лежит в стянутом вот таком вот виде. Вот пускай так и лежит. Я сейчас возьму и промерю по вогнутой наше вот эти расстояния. Вот. Потому что она когда на тебе лежала, она растянула. Да? Нам, конечно, не совсем стяжка нужна. Но и не то растяжение, которое было, когда мы одели. У нас оно всё равно подрастянется, когда мы оденем. Но наш оверлок будет слегка сдерживать. Значит, я на сантиметр сейчас... Вот потом срежем на 3 миллиметра, да? И я сейчас на сантиметр просто промеряю вот эти расстояния наших прямоугольников, которые нам надо подкроить. Вот так. Чётко кладём. Так. Вот ровно 13. Да, где-то тут себе пишите. 13 перед, да? И зад. Тоже чётко по линии. Вот 10,7. А зад 10,7. Да? Это спинка, а это перед. Да? И что нам теперь надо будет сделать? Давайте ребята вот здесь напишу. Что нам нужны под вот эту ровно нашу с тобой такие прямоугольники. Мы их будем усекать. Вот так вот с этой стороны снимаем. Усекать потом. Но это потом. Сейчас пока мы на это не обращаем внимания. Вот перед у нас больше, да? А зад меньше. Значит, высчитываем ширину. Высоту вернее, да? У нас сантиметр плюс сантиметр и по 0,7 с двух сторон припуски. Итого у нас равняется в высоту ровно 3,5. Ну, 3,4, да. Высоту 3,4. А в длину, да? Перед у нас 13. 13 умножаем на 2, плюс 0,7 с одной стороны припуски, плюс 0,7 с другой стороны. Высчитаешь сколько. А зад у нас с тобой 10,7 плюс, ну, грубо говоря, умножаем на 2, да? Плюс 0,7 и плюс 0,7. Тоже вычислишь. Такие два прямоугольника. Ну, ты кроишь там, где он максимально растяжимый. Вот так. Не там, где он тугой. Тут тугой. Подолевой тугой. А по ширине он очень хорошо рыхленький и тянется, да? Вот эти два прямоугольничка, да, крылья? Все. Мы сейчас скалываем и идем. Вот мы раскроили все то, что мы в прошлый раз описывали. Я сейчас вот так взяла, сложила вместе. Да? И под 45 градусов обрезала. Да? Теперь я сейчас без ножа ножик я убрала. И соединяю сейчас, это будет средний шов спинки. Вот так вот ставлю, смотри. Вот так вот, да? И начинаю вот так вот растрачивать. Без ножа, потому что нож здесь вам точно режет, что-то там еще сделает. А без ножа, вот, главное, чтобы здесь припуск, ну, вот эти срезы все совпадали. Да? И здесь вот так вот обрезаем, да? Вот. Это мы заднюю половинку сделали, а теперь переднюю половинку. Маша, мы тебе то же самое будем... Ой, Ира, мы тебе то же самое будем делать, да? Ну, давай, 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 там же видео. Вот так я ставлю. Ну, если тут будет неудачно видно, то смотрите, на ютубе там еще есть это видео, может быть там лучше. Но главное, чтобы срезы у вас совпадали. И все. И вот эти части мы сострачиваем. А теперь вот эти части соединяем, сострачиваем тоже все на верлоке. Так же самое, как мы делали перед этим, в паузу. Не нажал, подожди, не подожди. И теперь вот так вот мы соединяем изнанкой к изнанке. И накалываем по кругу вот эту вот обтачку нашу. Вот так. Да? Обязательно уравнивая срезы. И в обязательном порядке... Вот смотри как, на один миллиметр не докалываем. Ну, здесь в принципе все равно сейчас как калывать, потому что мы еще будем присоединять к горловине. Хорошо? И вот так вот давай по кругу. Вот так, да? Хорошо? По кругу, по кругу. Я сейчас тебе дальше дам задание. Подумали. Вот мы накололи с тобой. Вот у нас центр, надсечка переда. Спинка у нас тут и так понятна. А теперь смотрим вот здесь. Две одинаковые детальки. Где длиннее, это перед, где короче, это зад. Ну, чтобы точно не промахнуться. И теперь вот эту часть мы будем сейчас накалывать по всем точкам. Ну, вот частично. Точно вот сейчас вот сюда. Значит, берем вот так вот и убираем вот эти вот все штучки. Вот эти. Ну, чтобы они нам не мешали. И теперь лицом к лицу. Вот так вот. У нас тут четко-четко все было подкроено. Вот так вот. И начинаем накалывать булавками этими же, да. Пока формируем три среза в один уровень, да. И булавку на один миллиметр не докалываешь. Хорошо? Вот. А теперь туда дальше пошли, да. Теперь сюда к плечу. А все, что, например, там откуда-то взялась посадка, мы ее припосаживаем. Потому что после того, когда мы вот это вот все осноровили, вы еще мерили. Правда? Поэтому тут могли быть какие-то еще растяжения. Но я специально заранее это все подкраивала. До того, как ты одела и померила. Чтобы у нас оно... Даже если растянется, у нас есть четкие размеры, благодаря которым оно у нас не растянется. Потом, в итоге. Да. Здесь формируем в одну сторону припуск. А припуски вот здесь на обтачке в другую сторону, чтобы точно наш оверлок прострочил. Потому что если мы в одну сторону все шесть сложений ткани, ему будет очень сложно. Он может как минимум просто поставить пропуски. Да. И вот так вот накололи. И вот так вот. Видишь, как я все равно подтягиваю к одному вот этому, ко всему. И вот здесь вот так вот к этому. И смотри. Вот я сейчас сделала кусочек. И по переду вот у нас... Так. А мы же четко-четко там все подкраивали. Да? Ну, может быть, растянулось. Но что-то сильно много. Растяжение какое-то. Ну, ладно. Уверить тебе. Так, и теперь берем... Вот, между вот этими двумя точками, по провису, например, по вот этому, ну вот этой штучке, да? Вот так вот дотягиваем вот сюда. Вот уже с этой стороны. Ну, будешь как-то сюда перекалывать. Потому что у вас должны быть булавки все с одной стороны. У тебя должно быть с двух сторон одинаковое количество вот этой вот при посадке. Вот сейчас у меня как-то не совсем одинаковое. Здесь больше. Значит, чуть-чуть вот так вот подвигаешь. Да? Вот так вот раз. Двинулась. Чтобы с двух сторон были вот эти вот... Посадка вот эта вот, да? Вот. И теперь распределяем эту посадку. Вот центр поставили, да? Между двумя проколами. И опять находим центр. Вот. Нашли. С одной и с другой стороны у нас при посадке. Давай мы сейчас... Ну, смотри, если тебе удобно, то сразу тамкали. Если неудобно, сначала здесь, а потом туда перекалывай вот эти вот булавки, чтобы можно было нормально прострочить, да? И здесь. Но в обязательном порядке все три среза у тебя должны быть на одном уровне. Иначе, ну, будут погрешности какие-то. Вот теперь между этой и этой. И вот я центр поставила, да? И... Ну, тут может быть даже через каждый сантиметр быть вот эта булавка. Вот. И здесь, да? Все. Вот сейчас эту сделаем. Можно будет все булавочки или с этой стороны наколоть, или с той стороны. Ну, смотри, вот здесь, чтобы не сбилось. Потому что здесь оно четко совпало. Ну, вот. Вот здесь опять, да? В две стороны при посадку поставили. И вот сейчас мы это все по кругу с тобой накалываем. И потом идем обметывать на верлоке. Мы тоже заснимем, как мы это сделаем. Хорошо. Все, давай с тебя. Вот эта вся наколка по вот этой стороне. Все. Так, мы убрали ножик. И сейчас ставим вот так лапочку нашу. Таким образом, чтобы вот эта наша бордовенькая, вот эта вот, ну, обтачка-окантовка была вровень с лапкой. Да? Вот даже можно, давай сейчас я вот так покажу. Вот. Видишь, вот тут вровень она идет. Вот тут. Здесь вышло, потому что я еще не зашла в шов. И все время я сейчас буду ехать по кругу. И она у меня должна вот здесь вровень быть. Я даже вот сюда не очень-то буду смотреть. Я буду все время смотреть сюда. Чтобы ровненько, чтобы вот эта окантовка контрастная, тире-птачка, она должна быть ровная. Она не должна быть какая-то приблизительная. Да? Так. И вот сейчас будем ехать и очень аккуратно, особенно на плечевых. Да? Смотри, сейчас аккуратненько вот так еще все буду. И я, естественно, буду подъезжать и убирать булавочки. Да? Вот так вот. Убираю. Так, по кругу сейчас вот давай хотя бы до сюда дойдем. Доснимаемся, да? Потому что здесь будет нюанс. Так. Да? Вот здесь все время я вот тут смотрю, контролирую этот весь момент. Да? Так. Хорошо. Хорошо. Так, да? Вот, смотрите, здесь все равно плотно все. Поэтому очень аккуратно. Я все равно даже здесь, потому что выпуклое больше. Я вот с этой стороны все равно, вот если можете, вот, вот так, видишь? Тоже сейчас у меня все к краю вот этой вот контактной обтачки. И смотри, здесь какой момент. Если будет плохо наезжать, можно вот так вот поднимать вот эту лапку. Я думаю, что практически в любом оверлаке или к оверлаке можно это сделать. Вот теперь я убираю эту булавку. Главное, чтобы она тут пропуском не наделала. И чтобы вы шили без ножа. Тогда точно, ну, все отлично будет. Ой-ой-ой-ой. Сильно плотная. Ой-ой-ой-ой. Она же прям туда вылезла. Вот когда нет ножа, конечно, сложнее. Она прям сдвинула хорошо так. Ой-ой-ой. Ладно. Если что-то прокорректируем. По-моему, у нас не совпадут сейчас плечевой с обтачкой. Значит, будем корректировать, переделывать. Главное, хотя бы в первый раз сделать, чтобы оно хоть как-то удержалось. Ну, не как-то. Я желательно, чтобы вообще хорошо сразу все получилось. Видишь, как я делаю? То есть я постоянно, если что, вот эту поднимаю. И иду очень-очень медленно. Вот так вот. И по кругу, по кругу, по кругу. Сейчас потом покажем, будем делать коррекцию или нет. Вот у нас некрасиво получилось. Смотри, как. Точно распарываем такое, видишь? Загнулся не туда, куда надо. Вот я надсекаю по первым двум строчкам. Смотри, вот. И вот. Да? Я теперь беру вот эту вот ниточку. Раз. Вытаскиваю. Что-то. Видимо, обычно она вытягивается. И вот это. И вот сейчас вот так вот порем. И потом я буду, видишь, вот, оп. Да? И опять. Сейчас опять вот здесь, смотри, по прямым строчкам. Вот поднимаю, вот, по прямым. Оп. Оп. Да? Вот так. Лучше, конечно, не режиками поднимать, а какой-нибудь, ну, толстой иголкой. Тупым концом. Тогда точно оно вот так, видишь, начинает рваться. Режики все равно, они даже с этой стороны бывают острые. Ну, для нитки. Все. Вот она у нас распоролась. Сейчас мы опять ее накалываем. И пройдемся. Ну, вообще мне надо было по вот этой. О, как раз нам по этой стороне и надо пройтись. Потому что, видишь, у нас вот тут он тоже, она не прострочила, сделала пропуски, потому что очень ей плотно, видите ли, машинки, поэтому не хочет она строчить. Ну, в целом у нас все эти самые срезы плечевые совпали. Ну, вот эти не срезы, а швы, вот эти вот, вот это и вот этого совпали на лице. То есть там все, в общем, очень даже хорошо. А низ вы уже подшили, да? И низ рукавов, и низ, да? Да. Сейчас, 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 подожди, сейчас я начну строчить, да? И теперь вот так вот ставим. Опять же, все без ножа. И сейчас заново вот так вот строчим, да? Ой, ты знаешь, наверное, нет. Вот эту вот мне придется сейчас по этой стороне прострочить. Потому что я могу сейчас что-то, в общем, неровно, например, может быть. Хотя, не должно быть оно неровным. Я же тут равниваю эти все срезы. Давай так, потому что мне там совсем сложно будет. Просто здесь я буду сейчас смотреть по вот этой дужке. Вот. Видишь, вот эту? Вот. И тогда будет добавить. В крайнем случае мы сейчас перевернем на лицо и посмотрим. У нас это устраивает качество. Если нет, то мы переделываем. Да? Пять убираем. Смотри, только чтобы без натяжения была вот эта вот строчка, чтобы она не оттягивала как-то. Наоборот, даже больше как припосаживаешь, да? Вот. И сейчас пойдем по кругу. Тут же тоже замялась. Ну, тут ничего страшного. Еще можно это оставить. Видишь, я его как бы выложила. Вот это сейчас. Сейчас пока не обрезаю, потому что сейчас посмотрим. Потому что, ну, и тут тоже надо проходиться. Видишь, оно тоже, он, как пропуски. Просто, хотя так вот переворачиваешь, вроде ничего. Вот, видишь, хорошо, что я один сгиб в одну сторону, ну, вот этот шов повернул один в один, тогда он совпал. Да, он совпал. Видишь, уже здесь он сразу начинает сказки рассказывать. Толстый ему сильно. Хоть где-то он взял уже хорошо. Поэтому, тут пока ничего не трогаем. Сейчас, в данном случае, я здесь все равно буду идти. Поэтому. Да, смотри, я по второму разу, смотри, как могу идти. Вот эта вот линия шва, вот по вот этой второй дужке. Хорошо? Тоже старайся не растяй. Потому что второй раз ты автоматом растягиваешь, понимаешь? Здесь надо как на припасадке делать. Видишь, он уже все порвалось. Вон она уже, видишь? Она уже вылезла, эта нитка. Что вы делаете в таком случае? Вот так вот, там обрезать. Она просто туда вся вылезла. Видишь, ее уже здесь нет. И она еще каким-то образом закрутилась. Нижняя нитка. На вот эту, ты представляешь? Для меня это вообще загадка, как это получается в машинке. Как она туда пробегает, эта нитка. Как это получается. Даже вот так. Ну, можно. Ну, давай попробуем все-таки. Попробовать. Это все, Мартин. Можно. Он тебе такую же может рассказать. Они все эти машинки, ну, бытовые, они не предназначены для, даже для такого уплотнения, по большому счету. Должны быть производственные машинки. Пальтовую ткань, особо на женоме вы не пристрочите. Поэтому мы сели сегодня на роддом. Вот эта ниточка, мы потом ей там, если чего-то, то аккуратненько, аккуратненько, чтобы никто никогда в жизни не понял, что мы там сделали. Мы прошьем, потому что, например, вот эта машинка может не взять. Видишь, что она тут понаделала? Это что это вообще такое? А я бы выворачивала в лоб, вроде ничего смотрелось. А здесь вот какие-то крутасы. Так это мы в две разные стороны разместили вот эти вот припуски. А что было бы, если бы мы в одну сторону поставили? Вообще бы ничего не прострочили, просто. Или надо было срезать вот это вот утолщение чуть-чуть. Так, смотри, чтобы хорошо прилегало. Вот здесь можно из лица приутюживать, но могут остаться ласы. Давай мы сейчас вот этот припуск к вот этому припуску будем подшивать, вот к этому. Вот этот к этому, да? Вот так вот. Дополнительно по плечевым и по среднему шлу спинки. И все. Я думаю, что все будет хорошо. Ну, дополнительное удержание, да, вот этого всего. Наша очаровательная Настя с таким шикарнейшим цветком. Я просто безумно рада. И мне очень нравится вообще арт-идея. И всего остального. А теперь покрутись. Ага. Отлично. Отлично. Здесь нужно очень хороший ракурс для съемки, но в целом очень красиво. Извините, без лица, девочки, но в целом очень даже гуд. Очень классно. Классная отработанная выкройка. Вот Насте я предлагаю эти выкройки продавать в интернете. И готовые платья в том числе. Потому что очень классно. Давай еще чуть бачком встань. Вот так. Не полностью. Вот здесь смотрите, почему такой бачок. Тут же мне надо так было, чтобы вот эта вот темная полоса вот тут в складку не входила. Поэтому мы очень выгодным образом это обработали. Поворачивайся чуть-чуть. А так смотрите, видите, мы скорректировали талию, мы заузили ее. Все остальное. То есть великолепно. Просто замечательно. Ну вот все-таки ждем фоток. Хорошо. Мы с тобой сейчас поготовали в выкройке. Краем новое любимое платье. Теперь у нас здесь фиолетовая часть. А наши вставочки вот здесь будут вот такие. Но у нас тут засада. У нас тут мало тканей. Мы будем сейчас делать манипуляцию. Поэтому заснимаем вот всего, что сколько у нас тканей здесь осталось. Вот мы полностью обрели. Здесь у нас, ну, в общем, чуть-чуть меньше будет это платье. Где-то в объеме минус 5 сантиметров. Всего по кругу. Будет просто более прилегающее. И вот там 3 сантиметра припуска. Там по 0,7. Там все как обычно. Здесь, поскольку у нас припусков не хватает. Мы даем припуски только вот отсюда. Потому что нам здесь нужна ровная линия. Ну, так уже и получилось. Вот. А теперь мы вот это вот все четко обвела. Да? Вот здесь потом все будет. У нас будет шов здесь. Покажи вот на мне где. Будет вот здесь по задней половинке где-то вот здесь шов. Так все как обычно будет. Как вот в первом платье. Только вот здесь будет шов. Вот. А теперь у меня нет другого выхода. Как вот сделать вот так. Видишь, мы тут забираем. Вот даже меньше будет оттачиваться. Можно вот эту часть только дотачать. А можно и вот так будет. Я думаю, поменьше тоже будет хорошо. В крайнем случае можно полностью по кругу так сделать. Потому что здесь у нас, за сними вот здесь, есть выпад. Давай мы вот так сделаем, доточаем. Потом, если в крайнем случае, мы с передней половинки по кругу доточаем. Якобы это такая вот декоративная, по типу манжета, что-то такое. Вот. И вот так вот мы сдвигаем, передвигаем к вот этой вот полосе. Да. Да. И здесь даже тоже у нас хватает, чтобы у нас там были наши цветочки. А здесь вот относительно... Вот там вот впритык мы идем к нашим цветочкам. Горловина. Да. Вот эту горловинку, вот она у тебя. Нет, спина. Большая часть. Да-да-да, я вижу. Я сейчас пытаюсь сдвинуть чуть пониже. Потому что, если бы мы изначально планировали делать сразу два платья, с разными устами, то мы бы по-другому краили. Мы бы его навели, а между ними, между выпадами, как и вот этот кусок остался, у нас вот здесь должен быть вот этот вот бочок. Ну, в следующий раз, когда займемся массовым пошивом с тобой, то мы так и сделаем. А пока себе любимой шьем. Да? Вот и давай обводи. Хорошо? Вот смотри, вот здесь я сразу намечу линию. Сейчас посмотрю, что с кромкой. Вот так вот я тебе намечаю, что нам нужно добавить здесь вот столько. Вот этих вот линий. Вот. Вот этот кусок нам нужно будет дострочить, да? Потому что, а здесь я тебе вот так намечаю, что вот эта линия притачивания. Потому что здесь будет видна вот эта белесость на кромке, будет нехорошо. Да? И как обычно мы обводим, да? Вот тут будешь усреднять припуски. То есть поменьше. То есть в данном случае здесь по 3 мм. А мы можем сманипулировать. Помнишь, когда мы обмётываем? А здесь у нас с тобой-то и нет припусков. Ты в курсе? Так что можно ведь не париться по этому поводу. Просто вводим и всё. Поняла, почему? У нас вот тут нет припусков на среднем шве. Это у нас не будет по боковым припусков. Средний не будет. Да, да. У нас есть. Килограмм сорок, ну да. Не, ну зачем. Вот тут вот по 7 мм, 7 мм. Хорошо? Давай. Ничего, ничего. Ты хочешь сейчас кроить. Только ты бери всегда большой размер, потому что непонятно, что мы вообще делаем. Ты говоришь, можно резать? Я говорю, нет. Во-первых, оно у тебя свисает? Часть. Они не свисают. Ну, неважно. Мы сначала накалываем всё, а только потом режем. Иначе мы получим большайшие перекосы и всё остальное. Вот так. Хорошо? Надо было просто не спускать вниз. А теперь вот так вот параллельно внизу всё будем закалывать. Всё-всё-всё прям закалывать через каждые 10 см. Вот это, вот это, вот это, вот это всё. Здесь сразу накалывать так, чтобы мы могли состричить на машинке. Хорошо? Вот так вот через каждые 3 см, да? И на миллиметр от края, да? Вот это. А только потом мы с тобой краим, никак не по-другому. Хорошо? Вот там вот у тебя ещё припуск на горловине не намечен. Здесь припуска нет на горловине. Ну, тут ещё рада ширин мы можем там забрать, но с припуском нельзя ни в коем случае. Я объясняю, ты вот так вот. Я имею в виду вот те припус на горловине, на ростке, на плечевых надо ещё навести. Это у нас плечевой шов, да? Это у нас боковой, переходящий в рукав. Ты чуть повыше возьми. Мы сейчас хотим удлинить наш рукав. Мы всё-таки решили сделать, чтобы он был у нас такой длинненький. У нас вроде как есть возможность... Вот наша линия, да? И для чего мы сейчас его вообще обрисовываем? Чтобы у нас точно получился рукав, что у нас очень мало ткани, которой мы можем работать. И у нас вот здесь надо вместе с припуском 6 см удлинить рукав. Где-то пока мы планируем типа 6-сантиметровый припуск. Ой, 1 см припуска внизу, да? Вот я тебе вот эту линию так же провожу. Здесь она тоже прямой угол. И здесь должен быть прямой угол. То есть если это вот так, поэтому одна линия, она вот тут чуть как косится. Помнишь? То есть вот здесь прямой угол. Они как бы вот это сюда линия, а это сюда идёт линия. И вот где-то посерединке они должны перехлестнуться. Давай сразу напишем, что это. Это плечо, да? Это якобы бок. Это рукав. Чтобы мы узнали, где, чего, да как. И это у нас линия, по-моему, без шва. Я её формировала. Если что, вот как мы это делаем, там в предыдущем видео смотрите, где нам не хватало, где мы что-то там либо хотели обрезать, сзади шоу. В итоге мы сделать решили манджету. Вот так. Это без припуска. Здесь припуском, здесь припуском. Тогда и здесь давай поставим припуск 7 мм. Мы сейчас раскрыли прямоугольник полностью с припуском. Ну вот он. Вырезаем его. И сейчас будем искать его в том куске, который у нас есть. Хорошо? Давай вырезаем. И дальше поймем. Так, вот наш кусок. На таких-то нам надо 4 штуки. Вот в чём дело. Поэтому мы и хотели вот так вот кроить. Но мы ещё не срезали здесь этому ничего. Уравниваем. Вот так вообще ничего не получается. Вот так ещё хоть как-то. Не так. Ну вот так вот, да? У нас, видишь, мы, получается, увеличиваем всего на 2 см для манджета. Для манджета. Тогда хоть у нас без манджета будет. Если на 2 см мы удлиняем, то будет без манджета. Нормально. Или если вот будет немножко не хватать, то можно будет только в этот же цвет сделать манджетик. Может, надо будет ещё заузить больше эту линию. А когда мы её усекаем, когда мы её заужаем, она ещё становится длиннее. Ну, вот у нас по-другому здесь не получится. Вот так вот. Долевая у нас здесь идёт вот по этой вот линии, судя по всему. Ну, вот здесь у нас больше, а здесь меньше. Даже если мы вот так вот не вместим. Так, а что у нас здесь с куском? Смотри, здесь кусок у нас 25 с половиной. Ой, здесь 26. Класс. Давай вот так раскрыли. Мы с тобой хоть чуть-чуть бы выигрываем. Тут же у нас всё с припусками. О, мы ещё сантиметр себе наиграли. Ну, полсантиметра. Да? Ну, вот обводим только на скользком, на чём-то. Скалываешься четыре слоя и всё. Единственный этот момент. Разнотенок может быть. У нас тут вообще есть? А у нас тут ничего нет. Нет, я выказал. Лицо изнанка практически одинаковое, да? Ну, давай мы всё-таки наметим колецую изнанку. Да, да, да. И сзади. Средний, я бы ещё очень подожди. Не, 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 подожди. Давай направление сделаем нашего кроя. Во-первых, вот это у нас изнанка, да, выйдешь, чтобы мыло осталось. Вот я тебе сейчас сразу же это нарисую. А вот это у нас с тобой этот самый, да? И сначала мы с тобой накалываем и краим вот эту часть. Ну, там посерединке потом раз. Так, знаешь, что мы сделаем? Что мы с тобой сделаем? Можем ли мы такое себе позволить? Сделать что-то? Нет, у нас должно быть одинаково. Ну, короче, вот. Вот эту долевую накладываешь одну вот так, выводишь. Ну, потом её просто обрежем. Вот эту часть. Ага. Если... Так, по ворсу. Ворс у нас вот так вот вниз, да? Это же низ у нас был, изделие нашего, да? Вдруг, чтобы у нас тут не было каких-то моментов. Ты видишь, плечо написано, да? Вот, плечо. А это Бог. Давай мы не будем нарушать долевую, потому что действительно оно может как-то у нас разнотенить, да? И просто с тобой вот так вот обводим. Вот так вот, да? Да? Вот один кусок. И сразу же вниз ещё один кусок. Вот так, да? Просто чуть-чуть чуже будет. Ну, я думаю, о чём этом с тобой нашим вами. Вот тебе два рукава. Ну, по крайней мере, разнотенка не будет, да? Потому что вроде бы тут ничего нет такого страшного. А там амбаризм, да? Да, 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 да. Да, сейчас я тебе прямо на тебе и... Вот. И вот у тебя вниз ворс я тебе намечаю. И вот это я тебе пишу плечо. Плечо, да? Вот это вместе мы обмёртываем, вот это вместе, и вот это вместе. И вот эту линию, вот эту линию вместе мы обмёртываем, да? Эту мы разрезаем. А здесь вот на рукаве, вот так показываю, вот сюда. Сейчас я тебе сразу же срежу. Ну, вот эта ворса у нас тут, вот эта вот кромка. Мы тут чуть-чуть подобрезаем, потому что могут видны быть проколы нехорошие. Да, да, и всё. Вот. Теперь ты отсоединяешь и вот это очень аккуратненько накалываешь. Можно даже здесь вот так вот, очень аккуратно вот так вот. Сейчас тебе помогу чуть-чуть вот тут, слава, накалываться. Потому что лучше, конечно, кроить на скольском, очень это на самом деле важно. Поскольку у нас там сейчас всё занято, точно у тебя никаких погрешностей не возникнет. Вот, ну, пол, пол, вот этот, смотри, плечо-плечо, чтобы он никуда не это. А я сейчас тебе вот так вот кладу на край стола почти. Сразу тебе вот эту часть разрезаю, да? Вот так вот, на бочок. Только, пожалуйста, экономим всё равно. Потому что может нам вот эта часть куда-то может вдруг пригодиться. На горловину. А, у нас будет державание. Нет, мы же что-то решили дальше всё-таки. Кто вот это вот? Дрезал. Всё, и вот это вот объём. И потом по кругу вот эту часть соединяем, да? Соединяем так. Всё на вермаке. Всё на вермаке. У нас трикаташние, в такой машинке. Ок. Всё, пока все. Всё на вермаке. Продолжение следует...